Друзья, всем привет! Меня зовут Филин Максим, а это французский бульдог Марсель. И в этом видео мы рассмотрим очень важную вещь для собаки, как социализация. Французскому бульдогу, да и в целом любой другой собаке, необходимо уметь контактировать с другими животными. Ну и с людьми, кстати, тоже. Да и с кошками тоже. Как вы считаете, почему маленькие собачки всегда такие злобные? Вы наверняка встречали такие парочки, идет дама, на поводке у нее маленькая собачка, которая практически на всех лает, практически всегда ведет себя неадекватно по отношению к другим животным. Иногда может даже и цапнуть там мимо проходящего человека. На мой взгляд, так происходит из-за того, что животное совершенно не умеет общаться с другими существами и животными в частности. У нее не было никакой совершенно социализации. То есть она, эта собака никогда не гуляла без поводка, она гуляла только вместе с своим хозяином. И у нее просто не было возможности завести новые знакомства с другими животными, с другими такими же собаками, как она. Именно поэтому, на мой взгляд, вот эти маленькие все собачки, которых хозяева заботливо водят на поводке, абсолютно не социализированы. Что же предлагаю я? Я предлагаю с раннего детства своего щенка, чем раньше, тем лучше, где-нибудь 4-5 месяцев, обязательно приходить в какие-нибудь собачьи тусовки, приводить этого щенка в собачьи тусовки, чтобы он мог познакомиться с другими животными. Конечно же, необходимо при этом пристально наблюдать за своей собакой, чтобы, во-первых, щенок не излишне агрессировал, ну и опять же, другие собаки также бывают не все воспитанные. Но, как правило, если вы видите какую-то компашку из трех и более собак, как правило, это уже не компашка, а стая, и там собаки более-менее плюс-минус друг с дружкой общаются. И, как правило, взрослые собаки, воспитанные, никогда щенка обижать не будут. Они могут указать ему, что он делает не так, они могут его немножко поучить, но чтобы прямо собака большая, огромная какая-то у этого щенка сожрала, скорее всего, такого не будет. Но, опять же, нужно быть всегда на страже, конечно же, рядом необходимо с щенком находиться. Делать это можно дозированно, не обязательно выходить сразу на несколько часов с собакой. То есть, можно приходить на буквально там 15-20 минут, чтобы собака пообщалась, и дальше уже гулять со своим животным совместно, уже вдвоем, учить какие-нибудь команды, например, и контактировать уже тет-а-тет с собакой. Но делать, я считаю, это необходимо. Мой личный опыт вот с Марсиком, я его взял достаточно поздно, ему было 5 месяцев, и мы практически сразу влились в собачью тусовку, и мы гуляли в компашке, где собак было там 5-6. И все они были абсолютно разные, разных пород, разных размеров. И, как правило, у Марсика вообще не было ни с кем проблем. То есть, все к нему хорошо относились, он ко всем хорошо относился, как щенок со всеми играл, и все было всегда замечательно. Конечно же, когда собака подрастает, у него возникают, ну, некоторые симпатии и антипатии. То есть, бывает такое, когда какие-то собаки или породы вашей собаке может просто-напросто не понравиться. Точно так же, как и с людьми, когда вы встречаетесь, да, из 10 человек, один человек наверняка будет вам не симпатичен. Так же и у наших французских бульдогов. Так же, бывает, есть некоторые породы, которые ему не нравятся, об этом я снимал отдельное видео. И есть буквально парочка собак, которых он так же не переваривает. Что делать в таких случаях? В таких случаях можно просто собаку брать на поводок, когда вы проходите мимо оппонента, чтобы не создавать какую-то конфликтную ситуацию. Но в целом, я всегда Марсику позволяю понюхаться практически с абсолютно любой собакой. Ну, если она уж явно агрессивно себя ведет, конечно же, мы пройдем мимо и не будем даже обращать внимания. Эта собака невоспитанная. Но если собака вполне себе добродушная, Марсик всегда с ней понюхается. Если захочет, поиграет. Если собака огрызнется, Марсик опять же отпрыгнет от нее, и мы пойдем дальше гулять. Вот такие простые советы по социализации вашего французского бульдога. Кстати, настоятельно рекомендую французского бульдога обязательно социализировать, потому что собака все-таки не декоративная. И если у нее не будет социализации, если она будет плохо себя вести другими здавашными животными, у вас может быть очень много проблем, потому что эта собака действительно может кого-нибудь укусить, может с кем-то подраться. Это вообще за милую душу. Поэтому очень важно французского бульдога с детства приучать к общению с другими животными. Чтобы, опять же, и вам было не стыдно за собаку, ну и у вас не было никаких проблем, если собака, не дай бог, какую-нибудь там баллонку цапнет. Это все, что я хотел вам рассказать про социализацию. Если вам есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. Все комментарии абсолютно мы читаем. Поэтому очень буду рад за обратную связь. Если видео понравилось, поставь лайк, подпишись на канал, а мы с Марсиком пойдем готовить для тебя следующие видеоролики.